Результат работы лесников заметен не сразу, а лет через 30-40, когда деревья уже достигают приличных размеров. При этом лесоводы ежедневно сталкиваются с множеством трудностей. Плохая погода, браконьеры и просто нерадивые отдыхающие. Есть много расцветителей, которые приходится сталкиваться, против того, что надо ходить только в вооруженном, с ружьем надо. Потому что есть разные люди. Особенно Молдова нас беспокоит. Виктор Гицман лесником работает 18 лет. Ежедневно он обходит не один километр по лесу. Работает доволен. Вся жизнь Виктора Герасимовича связана с лесом. Я всю дорогу связан с природой. Когда там был миллиардатором, рядом лес, полюбил лес. И меня просто пригласили в лес поработать. Им лесхозу нужны были такие люди. Профессиональный праздник – отличный повод подвести итоги. Лесничество Приднестровья на подъеме, отмечают специалисты. За прошлый год по республике было высажено 100 гектаров леса. В этом 150. А уже в следующем профильное министерство планирует высадить 180 гектаров зеленых насаждений. Причем мало посадить лес. За ним требуется постоянный уход. А без специальной техники это как минимум затруднительно, говорят работники леса. 20 лет лесная отрасль не получала техники вообще. Вся техника, которая оставалась, она в абсолютно непригодном состоянии. За последние два года министерством было приобретено и передано лесному хозяйству порядка трех единиц тракторной техники с определенными приспособлениями для ухода за лесом. Переоценить труд работников леса сложно. Многие не знают, что еще до революции на месте богатого Приднестровского леса почти не было деревьев, только голые холмы и скалы. Впрочем, и сейчас положение дел с лесистостью желает быть лучшим. А потому лесоводы призывают бережнее относиться к тому, что мы имеем. Ирина Полесик, Александра Комплеева и Роман Донец. Первый Приднестровский. Редактор субтитров А.Семкин